С шиком блеском, по данным статистики, наша область оказалась в списке регионов самыми дешевыми бытовыми услугами. Специалисты посчитали, в какую сумму россиянам обходится посещение парикмахерских, бани и покупка одежды. Дешевле, чем в нашем регионе, все это стоит только в республике Ингушетия и Кемеровской области. Подробнее об этих расчетах мы поговорим с нашим корреспондентом Кристиной Трушиной, она уже у нас в студии. Кристина, а как вообще вы ввели эти данные? Цифры вычисляют, исходя из опросов населения, средних доходов и расходов граждан. Получилось, что у нас ежемесячные траты на бытовые услуги и покупку одежды составляют 11 836 рублей. Это почти на 2 тысячи меньше, чем в среднем по стране и самый низкий показатель в Поболжье. А какой максимум? Больше всех в быту приходится тратиться жителям Камчатского края. Там фиксированный набор потребительских товаров и услуг стоит почти 24 тысячи, это вдвое больше, чем у нас. Кстати, статистики рассчитали и другие данные. Например, в среднем каждый саратовец может позволить себе сходить в парикмахерскую 6 раз, ну а посетить баню, например, почти 50 раз. А чем эксперты объясняют такой расклад? Почему у нас эти услуги так доступны? Ну эксперты говорят, что здесь работают простые экономические законы, ну грубо говоря, парикмахерских, бань, саун и магазинов у нас в городе так много, что в погоне за клиентом владельцы просто вынуждены снижать цены. Давай послушаем пару мнений. Сейчас уже даже многие предприниматели не инвестируют в эти проекты, потому что огромное количество стало у нас подобного рода предприятий, именно в городе Саратове. И, естественно, та рентабельность, о которой там была, к примеру, 5-10 лет назад, сейчас уже о ней так нельзя говорить. Магазины цены поднимали, мы принципиально не поднимаем. То есть у нас на услуги ЖКХ поднимаются цены, мы если поднимем, то хотя бы только спустя полгода, то есть чтобы народ успел хотя бы привыкнуть к тому, что за квартиру надо платить дороже, а еще ему придется и в парикмахерской стричься дороже. То есть мы как будто стараемся ужиматься. Кстати, эксперты предполагают, что с наступлением холодов цены сильно не изменятся, потому что зимой, например, на посещение, ну, допустим, салонов красоты спрос еще больше снижается, а следовательно и подорожание ждать не стоит. Спасибо. У нас в студии была корреспондент Кристина Трушина. Мы говорили о том, сколько саратовцы тратят на то, чтобы привести свою внешность в порядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...